Вы знаете, где находятся Галапагузские острова? Правильно, недалеко от Эквадора в Южной Америке. И именно там водятся эти прекрасные создания. А острова там окружены океаном. А здесь они далеко от воды, в глубинке материка, но, похоже, наличие океана их мало волнует. Главное, чтобы было тепло, много и вкусно покушать и безопасно. Но это, конечно, не все, что нужно этим с виду суровым гигантам. Еще нужны внимание и ласка. Впрочем, как и любому живому существу. Работник парка как раз рассказывает, как черепаха любит, когда чешут подбородок. Вон, видите, даже привстала на всех четырех лапах. Живут они долго, до 200 лет. Может быть, потому что едят одну капусту? Как вы думаете? Хотя в рационе, конечно, есть и другие овощи, и даже фрукты. Иногда им перепадают бананы. Но это в исключительных случаях, когда черепаха немного замерзает, а температура здесь, на материке, может падать значительно ночью. И вот тогда ее подкармливают бананом, иначе у нее просто нет сил добраться до укрытия, о чем нам и рассказала работник парка. Скорость, конечно, ее очень маленькая, и где-то порядка 0,3 км в час. И если ее оставить вот так, на холоде, она может погибнуть. А сейчас работник рассказывает о том, что у них тоже бывают болезни и повреждения панцирей, и это лечится обязательно, иначе инфекция может перейти на тело, и черепаха тоже будет страдать. Ну, вот этой бабушке 98 лет, она прекрасно здесь прижилась. А этим ребятам кому? 50, кому 70 лет. В общем, еще молодята. Вот наша бабушка пытается пролезть между камнем и деревом. Почему она туда полезла, никто не знает. Ну, это можно списать на бабушкины причуды. Короче говоря, бабушка экстремал. А может быть, у нее это ежедневный тренинг, ну, чтобы мозг и тело держать в форме. Молодец бабушка так держать. Ну, вот что поистине интересно было наблюдать, так это битву к двух гигантов за кусок капусты. Причем эта битва была довольно серьезной. Видите, кусают друг друга. Потом намертво уперлись панцирями, и слышно, как они трещат. Вот откуда появляются царапины на панцирях, которые потом лечат работники парка. Склестнулись, похоже, надолго. И он даже, работник парка, пытается их разнять. Но, как она объясняет какому-то пацану, что они никого не слушают. Настолько упрямые, упертые. Поединок, похоже, затянулся. Но вот что мы отметили в этом зоопарке, одна удивительная особенность в том, что была полная луна, и все животные, все как один. Вместо обеденной дремы, они все были очень активны. Может быть, это вызвано именно влиянием луны. Ну, а здесь вы видите, как на помощь идет миротворец. А на самом деле это совсем не миротворец, а подъедатель. Пацаненок между делом спрашивает, а где же они плавают? Ведь они из Галапагосских островов. На что смотритель парка отвечает, что они вообще не плавают. Вот еще один так называемый миротворец, который спешит подъесть, что плохо лежит. Ну, судя по всему, жизнь у черепах здесь прекрасная. Поэтому они здесь успешно размножаются, чем и могут похвалиться работники парка. Вот молодняк, которому, ну, года два от силы. Если вам понравилось видео, прожимайте лайк и подписывайтесь. И до новых встреч!